добрый вечер сегодняшний эфир мы продолжаем в рамках эфиров которые посвящены тем как можно решить возникающие проблемы в отношениях сейчас буквально пару минут мы ждем как обычно проверяя связь и ожидая участников которые подключаются к нашей с вами встречи так этот эфир сегодняшний эфир будет также записан и сохранен в записи и я думаю что мы можем с вами начинать итак меня зовут Юлия Руслова я соучредитель института НЛП Андрея Близнякова и Юлии Русловой практикующий психолог как МЛП тренер и все что связано с психологией в широком контексте в широком понимании этого слова меня интересовало интересует и естественно я все это применяю в практической практической деятельности итак сегодняшний эфир мы с вами посвятим такой теме как ревность что делать в том случае если эта эмоция точнее даже состояние захватывает и не отпускает если оно не экологично если оно просто вас утомляет высасывает все силы и все ресурсы как с этим жить как быть и что делать фактически НЛП на страже нашего душевного состояния и наших эффективных экологичных стратегий поведения вот сегодня обсудим несколько вариантов как можно привести себя в состояние ресурса как научиться правильно реагировать в том случае если вы оказываетесь в ситуации ревности ревнуете вы ревнуют вас и ревность мы тоже рассмотрим сегодня в разных контекстах я буду опираться на те вопросы которые были собраны от участников слушателей наших других эфира и мы разберем ряд ситуаций и посмотрим что же можно делать в ситуации ревности и так давайте так начнем с того что вообще рассмотрим такое понятие как ревность в принципе ревность считается и в большинстве своем действительно является негативным эмоциональным призыванием которое охватывает человека в тех ситуациях когда он кого-то считает своим считает имеющим какие-то эксклюзивные права на кого-то и возникает тревога что это кто-то может быть утеряна фактически стремление получить больше внимания любви там защищенности каких-то бонусов и так далее подвергается некоторому некоторой такой угрозе потерять все это а при том что объект ревности может делиться всеми этими классными вещами с другими людьми да или с каким-то другим партнером соответственно ревность возникает в случае если у нас возникает подозрение что то что принадлежит нам по праву может получить кто-то другой вот и в таких ситуациях конечно же состояние начинает захлестывать и конечно же человек начинает накручивать сам себя рисуя в головах в голове какие-то страшные картины а как все может быть плохо тем самым только усугубляя свое и без того нересурсное состояние тем не менее ревность имеет несмотря вот на такое негативное описание негативную коннотацию и защитную функцию давайте все-таки вспомним что ревность позволяет нам защищать свое то есть в фактически ревность рождается вместе с одним человеком маленький ребенок он тоже испытывает ревности фактически это то чувство которое приходит вместе с любовью к маме к маме потом к семье к папе к членам семьи и так далее поэтому конечно же когда ребенок впервые сталкивается с тем что объект любви а ему приходится с кем-то делить а мы можем наблюдать признаки ревности ребенок не отпускает маму к папе он ревнул к своим старшим братьям или сестрам и всячески демонстрирует свое неудовольствие тем фактом что любимая мама кому-то обращается кому-то что-то говорит или не дай бог обнимает не дай бог ему там что-то дарит и так далее вот поэтому ревность некоторые точки зрения это состояние естественно она позволяет нам оценивать некоторые и наши границы и понимать что является моим на что я могу претендовать и что я должен защищать и в этом смысле ревность это хорошее состояние для самопознания для знакомства с собой и в том числе для формирования себя когда мы говорим о маленьких детях и когда мы говорим о формировании пар в том числе когда формируется пара встречается парень с девушкой ревность является тоже неотъемлемой составляющей зарождающихся отношений и поэтому ревность часто настолько в описаниях смешивают состоянием любви что иногда возникает иллюзия что ревность это и есть любовь то фактически если ревнуешь значит любишь если не ревнуешь значит не любишь это начинает вызывать даже некоторые подозрения если человек ваш партнер не видит признаков ревности от вас в тех ситуациях когда с его точки зрения было бы неплохо и проявить вот эту самую ревность фактически речь идет о чем что ревность другого человека по отношению к нам к вам может говорить о том что вы для него являетесь особенным уникальным важным и ценным и вот такое состояние является достаточно ресурсным она дает некоторую уверенность в себе поддерживает и конечно же тем самым укрепляет отношения поэтому давайте мы будем все таки рассматривать ревность вот так вот комплексно конечно же есть в нем эфир приостановлен все будет со связью пожалуйста напишите мне что происходит сейчас в эфире со связью слышно видно меня вот и я буду продолжать продолжу свою мысль что ревность имеет вполне себе позитивные стороны ресурсную составляющую тем не менее чаще всего бывает так что ревность выходит за пределы адекватного восприятия и адекватного переживания она фактически перестает поддаваться логическому осмыслению она перестает быть контролируемой она перестает нести вот тот самый поддерживающий позитивный ресурс и она начинает разрушать она начинает разрушать формируя просто там какое-то неадекватное отношение к партнеру она начинает разрушать отношения являясь становясь фундаментом недоверия к партнеру недоверие к партнеру снижению собственной самооценки разрушению уверенности в себе и так далее вот что же делать в таких ситуациях мы с вами и разберем на что я могу обратить внимание еще раз прежде чем мы начнем с вами отвечать на вопросы на конкретные ситуации вот такой факт любовь и ревность несмотря на то что действительно эти два явления чаще всего связаны между собой в адекватном их проявлении тем не менее любовь ревностью не является и с любовью тоже не являются потому что когда речь идет о том что ревность перестает быть инструментом для поддержания ресурсных взаимоотношений она становится инструментом для контроля для поддержания чувств собственничества для расширения зоны влияния контроля над другим человеком и тогда никакой любви со стороны партнера мы не испытываем ее там может вообще не быть а вот так та самая патологическая ревность гиперконтроль они вполне себе присутствуют и человек иногда может как раз таки оправдывать вот это свое неадекватное поведение тем что он таким образом проявляет свою любовь так вот если вы замечаете вот такие правления и вы просто понимаете что сейчас вот в этом конкретном случае речь идет не о любви а о чем угодно это могут быть какие-то токсичные отношения это может быть гиперконтроль это может быть целенаправленное причинение страдания другому человеку и так далее но отнюдь не любовь и так но тем не менее это тоже один из крайних случаев а в повседневной жизни мы сталкиваемся с ситуациями достаточно простыми ну-ка если мы говорим о психологии все просто с одной стороны да и сложно и требовать к себе какого-то внимания с другой стороны и так вот есть такой вопрос девушка пишет я ревную его своего партнера буквально каждой девушки что такое и как с этим бороться вы знаете если я буду опираться исключительно на фразу которая была озвучена я ревную буквально каждой девушки то здесь скорее всего мы можем отследить некоторую уже стратегию реагирования на то что происходит вокруг да и триггером для вот такой реакции для эмоциональной реакции ревности является любой объект женского пола да ну возможно определенного возраста если речь идет о девушках то есть любая девушка которая оказывается в поле этой пары вызывает у нашей героини ревность вот и в этом случае мы можем предполагать что это состояние оно не адекватно оно ничем не обусловлено кроме того что триггером является другая девушка то есть нет никаких идей что есть какие-то взаимоотношения что есть какие-то основания что нарушают какие-то ценности соответственно мы можем сказать что это просто привычка так реагировать ну может быть на всякий случай ну может быть во избежание неприятных ситуаций и так далее то есть дуем на воду дуем на молоко и так далее заранее мы проявим реакцию ревности чтобы показать своему партнеру что мне это не нравится и так далее обосновано это необоснованно в данном случае они имеют никакого отношения не имеют никакого отношения к реальности что же делать в этом случае это значит что просто привычку нужно поменять и в нлп есть такая достаточно простая технология когда мы переобучаем свой мозг на привычный триггер который запускал негативный ресурс формировать какую-то другую эмоциональную реакцию которая была бы адекватной ситуации соответственно если в этом случае триггером для нересурсного состояния то есть ревность является любая девушка которая появляется в поле молодого человека то возникает вопрос а как хотелось бы по-другому реагировать на вот такую любую девушку которая появляется в поле ну может быть реагировать спокойствием может быть реагировать большим чувством уверенности в себе может быть реагировать больше большим доверием к своему партнеру да то есть в принципе мы можем выбрать любое ресурсное состояние которое может включаться автоматически в ответ на появление девушки в каком-то контексте партнера вот когда вы определили вот такую ресурсную реакцию нужное состояние вы начинаете проделывать ментальный ментальную тренировку давайте скажем так некоторый мысленный эксперимент проводить вы знаете в каких контекстах чаще у вас возникает вот это вот нересурсное состояние соответственно вы начинаете себе мысленно представлять проигрывать некоторый фильм в котором появляется какая-то абстрактная девушка и в момент ее появления вы начинаете испытывать ну в данном случае вполне осознанно и целенаправленно нужное ресурсное вам состояние доверяя к партнеру или внутреннее спокойствие и вы будете ощущать как повышается ваша уверенность в себе таким образом вы своему мозгу расскажете что вот теперь когда появляется в поле там какая-то абстрактная девушка вы должны ощутить вот такое состояние и ваш мозг достаточно быстро переучиться потому что на самом деле ему все равно какие состояния вас запускать это вопрос только привычки то есть если вам когда-то там в детстве там может быть в юности мама говорила или подружки рассказали что любая другая женщина является потенциально опасной вы естественно много раз голове у себя прокрутили ситуацию как эта опасность разворачивается вы обучили свой мозг на любую абстрактную потенциально опасную женщину реагировать вот так древностью но это не ресурсно и это разрушает вас соответственно вы просто берете и меняете реакцию меняете на другую ресурсную эмоциональную реакцию сохраняя вот тот самый триггер теперь любая какая-то девушка которая может появиться в поле будет для вас триггером для ресурса для уверенности для спокойствия и поверьте ваш партнер он оценит вот те изменения которые будут с вами происходить потому что если вы начнете себя ресурсно ощущать для вашего партнера это будет гораздо более интересным нежели то что будет происходить вокруг непонятно с кем с незнакомыми людьми или незнакомыми девушками вот таким образом можно ответить на этот вопрос что делать если я ревную буквально к любой девушке то же самое это касается и молодых людей соответственно если вы ревнуете свою девушку буквально к каждому столбу как говорится да к каждому там парню который может появиться около девушки стратегия та же самая когда-то вы научились запустить вот это состояние ревности да и сейчас вы просто мысленной тренировкой повторяя какое-то количество раз вы запускаете ресурсное состояние например уверенности в себе или спокойствие вот такое переобучение такая постановка задачи достаточно быстро даст свои результаты и вы можете попрактиковаться для кого вот такая ситуация является но часто например да вы можете в течение буквально дня двух практиковать это упражнение и потом написать комментариях что у вас получилось следующий вопрос такой он меня постоянно контролирует ругается когда я общаюсь даже со знакомыми мужчинами как быть и что можно с этим сделать ну давайте так если мы исключаем ситуации в которых за ревностью стоит исключительно гиперконтроль и там какая-то нарциссистичная стилистом социопатия то мы можем предположить что человек который вас ревнует ваш партнер он просто не до конца не до конца знает что вы ему верны в любой ситуации может ну как можете быть верны в любой ситуации может быть ему не хватает доверия к вам может быть ему не хватает уверенности в себе опять же в наших жизненных ситуациях очень много примеров которые в которых разворачиваются разные варианты взаимоотношений с противоположным полом и конечно же мозг всегда услужливо подскажет тревожные моменты и для того чтобы человек чувствовал себя уверенно и спокойно ему нужно иметь гораздо большее количество позитивных примеров эти позитивные примеры должны быть связаны с вами то есть вы должны объяснить своему партнеру саму по себе идею что он для вас ценен вот такие объяснения конечно же будут ориентированы на те ситуации которые для него важны то есть что этот человек для вас ценен важен каким образом вы это объясните это уже зависит от того как ваши отношения сложились вот соответственно если партнер будет понимать что он имеет для вас особенное значение то есть ревность начнет играть вот ту самую положительную функцию будет придавать уникальности личной значимости соответственно потребности в контроле у него не будет и идея ругать она просто перестанет быть состоятельной потому что ругать будет не за что так ну и со знакомыми и с незнакомыми мужчинами да то есть фактически важно перевести состояние ревности из разрушительного его проявления в то самое защитное и ресурсное следующий вопрос откуда растут ноги у ревности внутри все будто кипит и бушует что это откуда растут ноги у ревности ну давайте так конечно же как я уже сказала растут они из детства да всем родом из детства и стратегии ревности тоже формируются в детстве они формируются вместе с теми же вместе с теми же фактами которые связаны непосредственно с собственной оценкой с оценкой себя как к нам относились наши значимые взрослые там ближайшие члены семьи и когда по мере расширения как мы взаимодействовали с друзьями как они реагировали на нашу дружбу потому что конечно же у ребенка ревность проявляется не только к маме к папе к братьям к сестрам но когда он идет может быть в детский сад или там просто расширяется социальный круг его взаимодействия начинает ревновать и своих друзей со мной дружи а с той девочкой или с тем мальчиком не дружи только со мной дружи то есть это тоже ревность и это тоже отработка стратегии каким образом ребенок начинает защищать вот это свое и в принципе если навыки защиты сформированы достаточно жестко и они не подразумевают каких-то вариантов то все ситуации которые будут отличаться от того что это только мое и все с этим согласны будут вызывать вот ту самую бурю эмоций как вы пишете у меня внутри все кипит и бушует и зачастую это будет действительно выглядеть и ощущаться неадекватно иногда может быть даже получится так что головой то понимаешь что ну зачем это не обязательно вот так вот но тем не менее эмоции есть эмоции от них никуда не денешься и надо с этим сделать и так когда вот возникает состояние все кипит и бушует это говорит о том что внутри возникает базовая сигнальная эмоция гнева которая связана с тем что есть некоторая угроза моей ценности которую необходимо защитить во что бы ни то ни стало и у меня например есть ресурсы это сделать ну как мне кажется и вот на этом уровне очень важно осознать а какие собственно говоря ценности вы хотите защитить немножечко нужно остановиться и подумать а гнев есть защищать я готова а что конкретно я готова защищать какие ценности а я боюсь потерять если человек например ну там уйдет и он с кем-то общается и отдает то что принадлежит мне внимание да то есть каких ценностей я боюсь лишиться и тогда просто вы поймете что внимание к вам и внимание там к другому человеку женского пола это разное внимание да и эти два вида внимание они например не конкурируют друг с другом вот и тогда в общем то оказывается что на ну вы разводите эти детали да вот эти нюансы и вы тогда спокойно начинает реагировать потому что ваше она остается с вами вы его спокойно защищаете но уже без эмоций она с вами никто не претендует и все в порядке и скорее всего у вас есть ряд таких ценностей которые нужно просто осознать и понять что они ваши и никто не сможет на них претендовать но если получится так что вы понимаете что ряд каких-то ценностей ну действительно подвергаются с вашей точки зрения угрозе то есть смысл этот вопрос обсудить с партнером да и честно сказать что вот когда так происходит я боюсь там что я получу меньше внимания меньше заботы и так далее и решить а каким образом партнер может поддержать все ваши ценности чтобы вы просто себя чувствовали действительно спокойнее потому что скорее всего он и не задумывался о том что вы вот так переживаете и вот так думаете об этих ценностях потому что скорее всего ему в голову не приходило никто нарочно не будет заставлять другого страдать особенно любимого партнера членов своих семей и так далее речь иногда может идти только о том что люди мало с собой разговаривают иногда не понимают себя и конечно же не всегда могут донести другому человеку вот те внутренние переживания которые вызывают вот такую борьбу вот поэтому разобраться со своими ценностями это очень важный момент а и в принципе найти пути реализации пути реализации какие-то другие альтернативные тогда все будет в порядке не будет необходимости вот так эмоционально реагировать следующий вопрос ну может быть похож на один из предыдущих как быть если молодой человек меня ревнует запрещает общаться а сам при этом с другими девушками общается и ничего как быть дискриминация какая-то вот но здесь как раз таки давайте подумаем вот о чем когда человек описывает для себя свой внутренний мир он он знает что у него там внутри является хорошим плохим что на дозволено что не дозволено в отношениях и так далее и он вступая в отношения с другим человеком всегда исходит из этих там своих внутренних оценок и при этом человек всегда себе может доверять потому что он как бы знает себя а вот другой человек что у него там в голове мы не очень знаем поэтому на всякий случай для другого человека требуется с нашей стороны чуть чуть больше контроля вот молодой человек может думать в этой ситуации я там вот уверен что я своей девушке верят у меня другие девушки не интересуют да конечно я могу с ними там пообщаться вот но я не хочу с ними вступать в отношения потому что у меня есть моя любимая девушка и там я ей верен вот и вот это знание о себе что я вот как бы молодец оно позволяет человеку действительно сохранять хорошие отношения здоровые но при этом общаться с другими женщинами но такого же знания о том что внутри его девушки у человека не существует он не знает а как там устроен внутренний мир его девушки такая же ли она там добропорядочная такие же ли у нее принципы вот и на этом этапе есть смысл разговаривать на этом этапе а есть смысл говорить о том что вот если ты вот так думаешь что можно предположить что я тоже так могу думать есть некоторая лингвистическая конструкция которая называется применение к себе вот это лингвистическая конструкция фокус языка применение к себе позволяет соотнести разные уровни уровни описания мира что вот так вот положено соотнести со своим поведением и соответственно я так себя веду и если я требую по отношению к миру чего-то до исполнения каких-то обязательств каких-то правил там или стандартов то соответственно было бы неплохо чтобы я этим же самым правилам и стандартам тоже следовал это же соответствовал и тогда можно будет преодолеть вот этот внутренний конфликт мне можно а тебе нельзя вот то есть один из вариантов это вот такое общение с идеей примерить это и на себя когда молодой человек примеряет свои свой свод правил на себя и на другого и девушка тоже имеет право примерить свой свод правил и на себя и на другого и на этом этапе найти точки соприкосновения тем самым повысив и доверия друг другу и понимание того что происходит в головах друг у друга ну если мы не будем общаться то это будет очень сложно потому что когда речь идет о коммуникации конечно же мы должны быть очень внимательны потому что эмоции они прут сами по себе ими сложно управлять и только переход на уровень осознания понимания того что происходит позволяет выйти из из нересурсных ситуаций и избежать большого количества конфликтов если у вас есть какие то вопросы можете их задавать я обязательно на них отвечу так а я сейчас рассматриваю следующий вопрос ну тоже да то есть ревность это вот что называется во всех во всех контекстах проявляется действительно это наша психология часть нашей жизни и хорошо бы действительно взять ее под контроль и вопрос такой иногда не могу даже спать вернуясь своего мужа к его секретарше я им уверена ничего не могу с этим поделать что делать вот когда мы видим такую фразу как я верю но ничего не могу с этим поделать или я все понимаю но ничего не могу с этим поделать Мы сразу можем обратить внимание на структуру происходящего То есть фактически логика у человека живет одной жизнью, своей жизнью А внутренние состояния, эмоциональные реакции живут своей жизнью Они между собой никак не пересекаются Следовательно, здесь мы можем поработать таким образом Как мы работаем с фобическими реакциями, с навязчивыми состояниями Те самыми навязчивыми мыслями, состояниями, реакциями, которые запускаются помимо нашей воли Ни на что не обращая внимания И здесь нам может помочь диссоциация Диссоциация, то есть это навык немножечко отстраниться от ситуации Ее пересмотреть медленно, осознанно, по шагам Разрушив эту самую цепочку, которая запускает вот это нересурсное состояние И в общем-то тогда все будет в порядке Потому что на этом этапе самое простое, что можно сделать Это сделать множественную диссоциацию, о которой я упоминала в прошлом эфире Когда мы говорили о работе с состояниями Это фактически отследить состояние Оно будет, потому что если оно уже запущенное Оно запущено против вашего понимания, против вашей логики Просто его нужно ощутить и как бы вытащить его из себя Посмотреть на это все со стороны И в этот момент вы просто пресекаете привычную стратегию разворачивания Вот этого эмоционального состояния Вот, то есть это один из моментов Плюс как вариант, это работа с фобическими реакциями Ну, в принципе, есть определенные техники, которые позволяют вот такую стратегию разрушить Вот, это следующий, да, момент Дети, да, дети сейчас Дети ревнуют меня к моему мужу, когда я отлучаюсь от них, я общаюсь с ним Дети сразу тут как тут и не дают там спокойно общаться Прыгают на меня Приходится общаться лишь тогда, когда они засыпают Детям 4-6 лет, что можно с этим сделать Ну, я предположу, что эта ситуация, она знакома огромному количеству семей Где есть дети Детская ревность, она просто иногда бывает очень-очень удушающая, да, для родителей Там, особенно для мамы, вот, потому что дети могут вам вообще никогда, никому никогда не отпускать И действительно приходится только ждать, когда они, наконец, займутся чем-то своим Самостоятельно или заснут Вот, но здесь, конечно же, мы можем говорить о том, что этим детям Они достаточно большие по возрасту, особенно тот ребенок, которому 6 лет Не хватает навыков самостоятельности Не хватает навыков управления своими границами Не хватает понимания того, где мама принадлежит детям Где мама уже не принадлежит к детям Что такое мир детей, что такое мир взрослых Да, то есть здесь нарушены, с одной стороны, навыки Навыки занять себя самостоятельно, да, когда мама чем-то занята другим Вот, и это бывает следствием гиперопеки В общем-то, да, это некоторые такие нарушения воспитания Вот, а с другой стороны, у детей отсутствует понятие о границах Да, что в каких контекстах дозволено, что не дозволено И здесь мы можем говорить о том, что, опять же, это тоже где-то связано с гиперопекой Что если родители нарушают границы детей Соответственно, дети не знают, что это такое И они нарушают границы родителей Поэтому важно вводить некоторые регламенты во взаимоотношения с детьми Неклассные регламенты в семье, да, как и корпоративная культура в компании Да, они всегда существуют Неважно, они прописаны или не прописаны Они существуют и проявляются в тех вариантах поведения Которые вы можете уже видеть как некую данность, как некоторый факт И если вы понимаете, что вот то, что происходит в семье Вам неудобно, вас не устраивает В поведении детей не подходит для родителей Не мешает родителям Конечно же, это в воле родителей И даже в обязанностях родителей Поменять такую стратегию взаимоотношения с детьми Соответственно, чтобы было проще всем Можно написать некоторый регламент по поведению Что, например, когда взрослые общаются, дети не вмешиваются Это один из таких регламентов И когда, например, ребенок один раз попросил на себя обратить внимание И родитель четко услышал и сказал ребенку Что ты меня попросил, я когда освобожусь Я обязательно к тебе обращусь Ну, опять же, да, это уже больше подходит детям постарше Но ребенок 4 года уже в состоянии тоже эти регламенты начать усваивать Уже с ним можно это обсуждать И он будет следовать примеру старшего ребенка Особенно старший будет всячески стремиться Ну, как бы показывать своим примером это Вот, младший учится у старших Соответственно, некоторые регламенты, да Когда взрослые общаются Когда все внимание уделяется детям И тогда оно должно быть честно уделено детям Потому что вопрос даже не столько в количестве общения за день с ребенком Сколько в качестве общения Если, например, ребенок висит на вас там весь световой день Да, с момента открытия глаз до там их закрытия Вот И при этом он не получает от вас внимания Кроме того, что вы постоянно ощущаете внутри раздражение От того, что вот он просто никак не отцепится Это гораздо хуже, нежели бы вы там честно Там час-полтора просто поиграли с ребенком Не отвлекаясь ни на кого другого И ни на что другое То есть качество общения с ребенком Вот в этом формате гораздо важнее Количество общения с ним И тогда, как только вы прописали рекламенты Очень важно, чтобы и вы соблюдали границы ребенка Если ребенок занят своими делами Если он там играет Если он занимается Или вот что-то там во что-то вовлечен Он знает, что вот в это время его никто не будет дергать Он занимается, его не отвлекают Ему дают возможность поиграть Поиграть от души В рамках, опять же, договоренности В рамках рекламента И это будет полезно не только детям Но и родителям И тогда вопрос ревности Он стоять не будет Вот, потому что Каждый член семьи будет получать внимание Будет получать внимание Полностью и нераздельно И тогда будет включаться Та самая позитивная функция ревности Что каждый член семьи Будет чувствовать себя вот в этот период времени Особенным, уникальным, ценным И в этот момент он не будет ни с кем разделять свое внимание и ценность И, конечно же, очень важно, чтобы семья собиралась вместе Чтобы возникала вот та самая общность В рамках которой мы ценны и важны друг для друга Все вместе, как семья И в этот момент никто не более значим, чем другие В этот момент наша семья является значимой и ценной Когда вот так вот все вместе мы взаимодействуем Вот что можно сказать вот в таких вопросах И еще один вопрос Я думаю, последний, который мы сейчас с вами разберем Брат ревнует свою младшую сестренку к маме Он хочет больше внимания Но я и так ему много внимания уделяю А ему все мало что делать Вот, ну здесь, наверное, я еще раз Сошлюсь на то, о чем я только что сказала Это качество Качество внимания, которое вы уделяете старшему ребенку Брату, да? Старшему ребенку Соответственно, если вы понимаете, что вы уделяете ему внимание На уровне функциональном Что вот он просто есть И он как-то, вы что-то попросили сделать Или там не сделать, принести там и так далее Посидеть То есть в этот момент речь идет не столько о внимании А сколько о функциональном взаимодействии В этот момент ребенок, он как бы есть Но как некоторая данность Потому что все ваше эмоциональное внимание Может быть отнесено вот младшему ребенку Младшей девочке Здесь вопрос в том, что зачастую эти вещи Просто не осознаются Ну вот привычным образом Не осознаются, что у нас есть мысль такая Что если ребенок или там член семьи находится вот рядом И мы с ним разговариваем Это значит, что мы ему уделяем внимание На самом деле это не так Мы можем быть включены в какое-то общение Но в этом общении полностью не находиться И это чувствуется, да? То есть это мы понимаем, что мы сейчас взаимодействуем формально Но мы очень тонко чувствуем, когда мы начинаем получать эмоциональное внимание Когда мы включены Когда мы становимся значимыми Вот, и тогда есть смысл опять же с одной стороны Включать идею регламентов Что когда в какой-то момент вы полностью старшему мальчику Уделяете все свое внимание Играете с ним Пусть это будет не очень много по времени Если у вас его нет Но даже 15-20 минут полноценного контакта Ему даст гораздо больше Нежели целый день он будет находиться просто рядом с вами Вот Либо вовлекать его в процесс взаимодействия с младшей сестренкой Но так, чтобы он там тоже был не просто функционально А был там ценен и важен Только он может помочь Он может научить сестренку И так далее Тем самым Там основы для ревности уже у него не останется Потому что он будет получать то, ради чего он эту ревность вам демонстрировал И он будет включен в процесс И, соответственно, и к сестренке он будет относиться гораздо лучше И вам станет гораздо проще То есть проще с точки зрения эмоциональной И с точки зрения функциональной тоже Потому что старший ребенок, он будет с большим удовольствием помогать вам с младшим ребенком Вот таким образом мы можем посмотреть на состояние ревности То есть действительно часто, очень часто Это состояние выходит из-под контроля И доставляет массу неприятных минут, часов И когда мы сами себя все глубже и глубже можем вводить в себя в нересурс Тем не менее, если вы начнете помнить о том, почему это возникает Какие ценности стоят за этим состоянием ревности Ваши ценности Как их можно реализовать иначе Как их можно поддержать Как можно реализовать ценности другого человека Который ревнует и немножечко утомляет вас этой ревностью Как создать ему это ощущение его уникальности и ценности Тем самым вы ревность сделаете ресурсом Вы сделаете его тем, что защищает и поддерживает ваши отношения И тогда все будет достаточно экологично и гармонично Вот на этом я сегодня заканчиваю тему Если у вас возникнут вопросы, вы можете их написать в комментариях Я обязательно на них отвечу И я напоминаю, что на 17 числа у нас пройдет большой промо-вебинар Бесплатный промо-вебинар Будем вести мы с Андреем Близняковым на тему отношений Как преодолевать сложности в отношениях Как решать разные проблемы Присоединяйтесь, будем рады видеть И если необходимо, ссылку обязательно я пришлю вам по запросам И оставлю в комментариях под этим постом До следующих встреч!